Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, авторы Мерзляк, Полоцкий и Кир, под номером 1002. Нас просят решить уравнение. Обратим внимание, что мы с вами видим формулы. Квадрат разности двух выражений и произведение разности двух выражений и их суммы. Вспомним эти формулы для того, чтобы нам было легче решать. Итак, квадрат разности двух выражений равен квадрату первого выражения минус удвоенное произведение первого и второго выражений, то есть мы а умножаем на b и затем результат удваиваем, и плюс квадрат второго выражения. А произведение разности двух выражений и их суммы равно разности квадратов этих выражений. a квадрат минус b квадрат. Все, приступим. Первое уравнение. Квадрат разности двух выражений х и 8 минус произведение разности двух выражений х и 4 и их суммы. И равно это 0. Возводим в квадрат разность двух выражений. Это квадрат первого выражения х в квадрате минус удвоенное произведение первого и второго выражения. х умножаем на 8, 8х и умножаем на 2, 2х8 16х и плюс квадрат второго выражения. 8 в квадрате это 64. Поскольку у нас перед произведением двухчленов стоит знак минус, мы его оставим, а результат запишем в скобках, а уже потом раскроем скобки, перед которыми стоит знак минус. Итак, произведение разности двух выражений и их суммы это разность квадратов. Первое выражение у нас х в квадрате, это будет х в квадрате, минус квадрат второго выражения 4 в квадрате 16 и равно это 0. Переписываем х в квадрате минус 16х плюс 64. Открываем скобки, перед которыми стоит знак минус, знаки в скобках меняем на противоположные. Перед х в квадрате не стоит никакого знака, это знак плюс, потому что минус пишется всегда. Меняем на противоположные, будет минус х в квадрат. Перед 16 стоит знак минус, меняем на противоположные, будет плюс 16 и равно это 0. Приводим подобные слагаемые. Х в квадрате минус х в квадрате. Коэффициенты перед ними 1 и минус 1, противоположные числа, их сумма равна 0, поэтому сумма этих выражений, х в квадрате минус х в квадрате, равна 0, они взаимно уничтожаются. Минус 16х переписываем. 64 плюс 16, это 80. Переносим 80 в правую сторону, меняем знак на противоположный. Будет минус 80. Умножим обе части равенства на число, обратное коэффициенту перед х, на минус 1,16. Или, что то же самое, разделим обе части равенства на минус 16. В левой части у нас будет х, потому что произведение обратных чисел равно 1, а 1 умножить на х это х. А в правой части минус 80 делим на минус 16, результат будет положительный. Теперь находим частные модули, 80 делим на 16, это будет 5. Потому что 5 умножить на 10, это 50, 5 умножить на 6, это 30, 50 плюс 30, это 80. Все, мы нашли корень этого уравнения. Ответ 5. Рассмотрим второе уравнение. Произведение разности двух выражений и их суммы. Вычесть квадрат разности двух выражений и равно это 9 минус 2х. Итак, применим формулу разность квадратов двух выражений. 4х в квадрате, это 4х умножить на 4х, 16х в квадрат, минус квадрат второго выражения. 5 в квадрате это 25. И опять у нас стоит с вами перед скобками знак минус. Оставим его, возведем в квадрат разность двух выражений, а затем откроем скобки. Разность квадратов двух выражений, это квадрат первого выражения, 4х возводим в квадрат, 4х умножить на 4х, 16х в квадрат, минус удвоенное произведение первого и второго выражения. 4х умножаем на 1, 4х удваиваем, умножаем на 2, будет 8х. И плюс квадрат второго выражения, 1 в квадрате это 1. Перепишем правую часть, 9 минус 2х. И теперь открываем скобки. Переписываем 16х в квадрат, минус 25. Перед скобками стоит знак минус, поэтому все знаки в скобках мы поменяем на противоположные. Было 16х в квадрат, минус 8х плюс 1. Записываем минус 16х в квадрат. Плюс 8х и минус 1. Равно 9 минус 2х. 16х в квадрат и минус 16х в квадрат взаимно уничтожаются. 8х оставляем в левой части уравнения и переносим сюда минус 2х из правой части, меняя знак на противоположный. Будет плюс 2х. В левой части переписываем 9. В левой части минус 25 и минус 1. Это минус 26. Переносим, меняем знак на противоположный. Будет плюс 26. 8х плюс 2х – 10х. 9 плюс 26 – это 35. Разделим обе части уравнения на 10. И тогда в левой части 10х делим на 10 – это х. А в правой части 35 делим на 10. Получаем десятичную дробь 3,5. Все, мы нашли корень уравнения. Запишем ответ. 3,5. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.